Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 июня и я вот вышла первый раз удалить нижние листья, вот старые, с которыми я высаживала Демидова. И так как у нас регионы у всех разные, кто-то высаживает еще ведь и раньше, чем мы в сибирском регионе. И у людей уже возникают вопросы, когда можно начинать удалять нижние листья в открытом грунте, как их удалять. И вот сейчас я вышла на первое удаление своих нижних листьев, все подробно расскажу. Но тут та же процедура почти, что и в теплице. Вот смотрите, у нас были дожди несколько дней, вы бы видели, какие удивленные лица у улиток. Они тут сидели на своей траве, тут же еще трава понарастала. Я когда начала здесь, вот видите, все, убираю траву, сразу взрыхливаю, разравниваю, обрезаю листья, комплекс, чтобы потом больше не подходить. Такие удивленные улитки скажут, это что такое, кто нарушил наш покой? Вот у нас нетронутая природа, улитки лазают, живут. Папортник вырос у меня в двух местах в теплице. Количество листьев, которые вы хотите удалить, зависит напрямую, знаете еще от чего? От того, с заглублением вы высаживали или нет. Потому что в первую очередь, ведь мы удаляем листья, которые касаются земли, потому что там угроза. Вот нет проветривания, вот эта фитофтора. Или которые вообще оказались в прикопке. Так как я высаживала вот этого демидова с заглублением, то у меня много листьев получается. Вот какие-то вообще в земле были закопаны. Какие-то касаются земли. И все эти листья, преимущественно, я их не жалею, потому что они уже старенькие, они уже вот такие. Они пережили тут и заморозки, и все. Как я их называю, листья пенсионеры. Я их удаляю. Взамен их вырастут вот здесь, на макушке, на верхушке. Новые, хорошие, красивые, здоровые листья. Самое главное, что вы не должны забывать. Вот если много зеленой массы, то можно обрезать и два, и четыре листика. Только не оставлять, чтобы растение голым. Вот смотрите, вот этот лист старый, я с ним еще высаживала. Он был в рассаде, самый первый лист. Вот зачем он мне нужен? Он, во-первых, в тени вот этого всего куста. В нем нет никакого фотосинтеза, нет никакой пользы от него. Он только тянет лишние питательные средства вот с материнского куста. У меня получается, потому что я говорила, что я с заглублением, получается обрезать много. У меня даже вот по три, по четыре листа. Но это я делаю один раз и сначала. Потом я не буду столько много листьев обрезать. Обрезая листья, не забывайте, что это такой же орган, как и корни, как и плоды. Он необходим растениям. Именно здесь, я уже говорила не раз, проходит весь фотосинтез. Все вот эти питательные вещества, которые корень поднимает, они здесь перерабатываются. Именно вот листья работают на плоды. И плоды, которые сейчас у меня уже завязываются, им эти листья необходимы. Поэтому я убираю только тот минимум, который действительно мешается. Вот в результате у меня получилось так. Вот два, три, по три листа я обрезала целиком. И вот четвертый и пятый обрезала фрагментарно. Фрагмент, который касался земли. Он вот так прям лежал на земле. Вот видите, они у меня прям лежат на земле. Я сейчас к ним подойду, тоже их обрежу. У меня вот какие-то вообще закопаны. Вот эти, конечно, буду обрезать. Вот эти, которые касаются земли, тоже буду обрезать. И в результате томат у меня получится вот такой пальмочкой. Он внизу будет стволик голенький, чтобы проветривался. И чтобы с землей контакта у растений не было. Ой, чуть улитку не раздавила. Ладно, все, до свидания. Я и улитка прощаемся с вами. Это было первое удаление листьев. Удаляем все, которые касаются земли. Удаляем старые, желтые, засохшие, с пятнами, подозрительные, больные. Оставляем только зеленые здоровые, но достаточное количество, чтобы они имели возможность выкормить плоды, которые скоро у нас будут. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok